Российские военнослужащие начали возвращаться домой из Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более точные сроки вывода военных зависят от обстановки в республике. 11 декабря президент России Владимир Путин заявил о разгроме наиболее боеспособной группировки международных террористов. Он поручил начать выводить большую часть российского воинского контингента из Сирии. За два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской республики, возвращается домой, в Россию. Президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Сирию. На российской авиабазе Хмеймим его встретили президент Сирия Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин. Встреча Путина и Асада на военной авиабазе Хмеймим стала знаком того, что Россия главенствует на Ближнем Востоке. Но, как подчеркнул Путин, они всегда могут вернуться, чтобы противостоять любой новой угрозе. В данный момент Россия операцию выполнила сама, без участия стран Запада. Часть российского контингента все же останется в Сирии и будет базироваться в Тартусе и Хмеймиме. По словам главнокомандующего воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина, этих сил хватит для выполнения дальнейших задач в Сирии. Большая часть территории Сирии в настоящий момент освобождена от террористов. Основные группировки, действующие в Сирии, уничтожены ударами российской авиации, российских вооруженных сил. И остались отдельные группировки, которые, по всей видимости, серьезной опасности в настоящий период все-таки уже не представляют. Россия войска свои в Сирии оставляет. Это не полный вывод войск. Это вывод основной части, но не полный. А, соответственно, вот тот контингент, который остается, он остается ровно в том объеме, который нужен для решения локальных задач. Россия продемонстрировала ближневосточному региону и всему миру, что она держит данные союзникам слова и выполняет обязательства, подчеркивают эксперты. Однако США заявили, что продолжат вести операцию в Арабской республике. Анна Глазунова, Универньюс.